Всем здрасте, очень приятно, а теперь спасибо большое ведущему за вступительные слова, я очень рад видеть вас, я очень рад, что вы уже немножко проснулись благодаря барменам из Ля Фляры Баба Орам. Собственно, вам обязательно нужно посетить эти бары, конечно, я прошу прощения за такой бардак на сцене, но все это принадлежит мне, мне пришлось заранее подготовиться немножко, потому что я буду немножечко с вами говорить о том, какое у меня прошлое, а также о нашем новом бренде, немножко о Найджар, конечно, баре о самом. И моя компания, которую, собственно, мы вместе создали. Итак, зовать меня Тони, я работаю немножко уже на протяжении пяти лет, и с Мариан Лука я очень был, буду рад, собственно, поучиться у Мариан Лука, у Мартина Габриэля, у всех этих прекрасных людей, все они много что привнесли в мою жизнь. Итак, я был менеджером уже определенное время, конечно, за это время уже дважды менялась концепция, каждый год мы придумываем какое-нибудь новое меню, прекрасную подачу. Все касается, конечно, у нас не только аранжировки и того, что касается, собственно, коктейлей, а мы иногда ищем определенные ингредиенты, ну, а особенно обязательно вкусы и ароматы, потому что именно об этом мы будем говорить с вами сегодня. Что касается первого, так сказать, Original SIP, это новая команда, которая, компания, которую мы организовали вместе с Мариан, вы, наверное, не слышали о ней раньше. Итак, мы говорим о, собственно, особых вкусах и ароматах, которые мы берем прямо из природы, потому что мы хотим создать определенные продукты, которые созданы для, собственно, аудитории. И когда мы беспокоимся именно о вкусе и аромате, не используя искусственные ароматизаторы, мы используем, собственно, непосредственно сырье, а после этого делаем из него экстракты, которые потом переводим в напитки. Ну, короткий слайд, который, конечно, показывает, что это вовсе не урок химии. Да, у нас есть некоторое прошлое в химии. Ну, мы немножко поговорим о тех уроках, которые мы вынесли, когда стояли за барной стойкой, обрабатывали определенные ингредиенты, вкусовые, собственно, качества. Попытаемся понять, каким образом нам лучше добиваться тоньших, более тонких вкусов. И немножко мы поговорим о важности, собственно, текстуры, потому что, когда я говорю о такой вот презентации, представляю, даже если она всего лишь один час идет, я бы хотел кое-что и показать вам, особенно учитывая, что мы говорим об этом бренде. Поэтому я хотел бы вам устроить такой небольшой шоу-кейс того, каким образом можно создавать напитки. Способов есть много. Три-четыре напитка мы попытаемся сделать. Несколько, возможно, техник, чтобы вы видели, как это делается, и, возможно, могли бы использовать в своем баре, что здорово. Конечно, мы будем с вами говорить о аромате, о вкусе, который является обязательным за барной стойкой, вместе и с, конечно, хорошими также хозяевами. Ну и, конечно, есть очень большая разница между словом вкус и, собственно, тот прекрасный привкус, так сказать, букет, потому что есть разница между этими двумя терминами. Мы будем немножко глубже рассматривать эту разницу и говорить о фудпэринге, потому что это очень важно, когда вы создаете коктейли, вы создаете определенные продукты как для себя, так и для людей. Нужно немножко знать о логике, которая стоит за фудпэрингом, за разными вкусами и послевкусиями. Итак, собственно, экстракты вкусов, на самом деле, это немалый вызов для барменов. Можно найти очень разные продукты на рынке, которые в целом, ну, может быть, начиная с алкогольных продуктов, собственно, это сахара, и все это можно купить и положить себе на полку. Но лучше использовать, один из самых больших вызовов, которые мы проходили, которым мы столкнулись, это поиск определенного способа, собственно, получить этот вкус из, собственно, комбинации всех ингредиентов. Нам всем известно, я имею в виду, по крайней мере, всем барменам известно, каким образом получить, например, мятный вкус. Начнем с самого простого, конечно, при мяти, вы смотрите на ингредиент, что он может нам преподать, какое лучшее состояние для того, чтобы добиться определенного вкуса. Итак, я беру свежую мяту, что я делаю с ней? Я ее буду кипятить или, возможно, наоборот, буду благодаря сифону добиваться определенного состояния. Мы не будем в химию вдаваться, более касается все это логики. Как нам использовать логику, чтобы получить лучший привкус и потом использовать это дело в напитке? Чтобы получить самое лучшее для наших посетителей. Когда мы будем говорить о всех продуктах и всех материалах, мы хотим получить самое лучшее, пиковый арабатный вкус. Поэтому для мяты это, наверное, намного проще. Но я вам покажу некоторые другие вещи, которые, например, вот это определенное зерно называется фреки из Африки. Но я буду говорить о рисе, о разных семенах. Если вы посмотрите, например, на рис и что такое рис, какова важность риса, почему он важен, что если он сухой, сырой, и у него нет, например, вкуса. Мы начинаем думать, как, скажем, подходить к зерну, чтобы из него извлечь какой-то вкус и привлечь его в коктейль. Например, первая техника, которую я вам покажу, для того, чтобы получить хороший вкус из вот этого зерна, мы можем его, например, немножечко прожарить. Это можно сделать вот так вот. Это можно очень быстро, около бара можно сделать. Это довольно простая техника. Я вам покажу, как получить нечто из этого. Мы прожариваем, прокаливаем это зерно. Это очень ароматичное зерно из Африки. И в сыром состоянии оно совершенно, у него нет никакого вкуса. Оно довольно жесткое. А вот при прожарке на сковороде, например, вы пытаетесь раскалить сковороду для максимально горячей температуры. И потом вы должны дойти до состояния, где это зерно будет очень горячим. А потом делаете вот это. То есть вы немножечко увидите там дымку. Теперь вы сейчас погасите температуру. Но температура, она делает определенный термоудар. У нас происходит резкое изменение температуры с горячей на холодной. Естественно, алкоголь является растворителем, поэтому он извлекает немножко этого вкуса. Это на баре можно сделать. Это очень простая инфузия, которая делается водкой, джином. Вы можете, если вы захотите, какие-то нотку горелости, нотку зерна. Тут не нужно какой-то определенной, не нужна технология какая-то. Просто турочка 10, 20, 15 минут, она готова. И это можно делать с разными семенами, разными зерновыми. Когда мы говорим о правильной технике, и когда вы смотрите на ингредиент, вы можете подумать, как же мне из него извлечь лучшим способом аромат. Один из лучших способов привнести новые вкусы в коктейль – это использование тинктуры. Вы берете какой-то ароматический какой-то ингредиент, 40 градусов, 50 градусов алкоголь, и помещаете его туда, и я думаю, что вы многие из вас делаете это на баре. Возможно, некоторые ингредиенты вы не можете купить в виде биттера, в виде ликера, поэтому вы тратите деньги на ингредиенты, на сырые материалы, и у вас он есть на баре, вы можете с ним потом делать разные коктейли. Классические тинктуры, разные корни, травы, специи и так далее. Это настаивание. Ну, вот это действительно настоящий, это самый сок. Когда мы изначально подошли к биттерам, конечно же, есть стандартные продукты на рынке, очень замечательные продукты, все их знают. Это позволяет вам перенести вкус в напиток. Буквально несколько капель дает вам сразу же аромат, который начинается с простого, например, с простой коктейль, такой как олд-фэшн, это виски, сахар и немножечко пряного биттера. Биттеры – это то, что им уже где-то около века. Изначально это были горькие настойки для того, чтобы люди лечились 200 лет назад, когда вода была намного хуже качества. Биттеры – это то, что можно было пить безопаснее. То есть его можно было накапать в воду и пить воду безопаснее, потому что биттер содержал алкоголь. Итак, исторически появилось очень много биттеров. Годы назад были разные биттеры, и люди мешали туда все, что попало, и биттеры могли быть даже опасными для здоровья. Туда даже иногда мышьяки, отравленные ядовитые травы туда попадали. Поэтому было разного, куча шарлатанства, разных фальшивых докторов, поэтому биттеры были разные. Но я думаю, сейчас биттеры практически у всех есть на баре, я думаю, много кто с ними делает. Но когда вы работаете с биттером, вы думаете, я возьму, например, какие-то пряности, какие-то корица, гвоздика, например, еще что-то, и вы берете все вот это, и вы их кладете в какую-то емкость, и пробуете, что получается. И, как правило, получается фигня, потому что слишком много корицы, или слишком много гвоздики, но я вам покажу сейчас кое-что, и расскажу вам немножко, как делать свои собственные биттеры. Есть несколько интересных тенденций в биттерах. Биттеры были в тренде, и все делали апельсиновые биттеры. Кто-то делал простые биттеры. Ну, процесс, он не очень повторябельный, потому что вкус не всегда получается таким же каждый раз. Ну, одно из самых простых вещей, то, что вы хотите сделать, чтобы сделать свои собственные биттеры, вы начинаете очень быстро, очень просто. Вы покупаете несколько брендов биттера, и пытаете мешать разные биттеры. Вы можете их в разных пропорциях. Вы берете немножко ангустуры, две части, например, апельсинового биттера, и у вас получился такой типа свой биттер. И вы можете сделать базу биттерную, которую вы можете потом использовать каждый день, и она будет повторябельная, у нее будет постоянный вкус. Там 100 миллилитров того, 50 миллилитров того. Это очень надежные продукты, оно никогда еще не будет меняться. Но свой биттер вы можете сделать для того, чтобы какие-то новые интересные нотки принести в свои напитки, чтобы как-то удивить ваших посетителей. Вам не нужно совершенно там сгаляться, но если есть какая-то определенная интересная нотка, то посетители это очень хорошо воспринимают. Вы, например, можете сделать лавандовую настойку, которую вы делаете заранее, и потом вы смешиваете ее с вашей биттерной базой, например. Потому что у вас должен быть элемент горечи. И вместо того, чтобы закидывать туда женьшень, вы не знаете, насколько горьким он будет каждый раз. Поэтому вы берете базу, вы добавляете лавандовую настойку, и получается у вас лавандовый биттер. Это очень просто. Мы иногда это делаем немножко, скажем так, с кандычка, и потом смотрим, что у нас получается. Особенно, когда мы говорим об амаре, о вермутах. Что такое амара? Я не говорю про законодательное определение, но мне кажется, что амара определяется как это более длинная версия биттера. Когда вы добавляете туда немножко сахара, он немножко более разведенный, но в принципе это такой же алкогольный экстракт трав с сахаром. Например, с ангустура вы можете сделать свою амару, вы делаете базу, например, на мескале амару, вы делаете специи, и получается у вас домашняя амара, которую вы можете сами делать. Я могу вам это даже показать небольшим экспериментом. Обычно часто использую... Сколько у вас стоит бутылка вермута? Ну, давайте тут... В вермут, как правило, достаточно дешевый, но, по крайней мере, в Англии, где я сейчас работаю, может быть 7 фунтов, 15 фунтов. И мне кажется, это плюс-минус то же самое, что 7-15 евро. Более качественные ингредиенты, конечно же, более дорогие, но... Например, вы можете сделать намного лучший продукт, чем тот, который вы найдете на полке супермаркета самостоятельно, если у вас есть правильные ингредиенты на баре. Вы можете... Вы можете вкупить бутылку вермута за 7 евро и подумать, что в этой бутылке. Сколько денег было потрачено на специи, сколько было потрачено на бутылку, на доставку, какая расходная часть. Поэтому почему за 5 минут бы не сделать быстрый вермут, который вы можете сделать на баре. Например, у вас есть какое-то вино на баре, которое открыто было несколько дней, оно окислилось. Предположим, возьмем винную базу. Сюда надо добавить немножко сахара, то есть мы добавляем немножко простого сиропа. Потом, что нам нужно еще, чтобы сделать вермут, нам нужно две вещи. Первое – это специи, которые у вас тут есть. У вас есть специи в жидкой форме за баром. И чтобы сделать это реальным вермутом, вам нужно немножко полыни. Как правило, полынь у нас доступна в форме абсента всегда. Совсем немножечко анисового даже вкуса, возможно. И таким образом вы очень легко получаете свой собственный вермут. Возможно, скажем, если бы у нас был бы меньший мастер-класс, конечно, я бы всем мог бы дать попробовать все ингредиенты по одиночке, но вы можете потом подойти попробовать. Он получится, возможно, более немножко вкусный, он более домашний, и он делается, как видите, очень быстро и легко прямо на баре. Это такой очень простой способ показать. Мы очень часто отвлекаемся на то, что у вас на наклейке на бутылке, то есть это у нас Каберне Савиньон, Шерас и так далее. И вы можете сделать самостоятельно вермут, вы можете сделать его на Хересе, вы можете туда добавить немножко пихты, немножко лаванды. Это будет уникальный продукт, который будет уникален для шабара. Ни у кого не будет больше такого. То есть если кто-то захочет в Манхэттен с, например, ароматом какой-то еловым или пихты, он сможет прийти только к вам. Дальше электрический битер. Тут есть разные способы экстракции, получения аромата. Здесь мы соединили все наши знания и все наши, скажем, методы пробы и ошибок. Я, конечно, не химик, но моя жена химик, поэтому мне помогает. Это идея Мариана Беккетта из Montgomery Place. Мы использовали эту идею уже. Этот битер используем в нашем баре. И он начинается с простого продукта, который называется сычуанский цветок. Возможно, вы его видели. Кто-то пробовал такое? Он становится достаточно популярным среди шеф-поваров. Теперь все его знают в Лондоне, потому что дает очень интересный вкус на языке. Это определенный букет цветов, и там есть немножко остроты. Он заставляет ваш язык вибрировать, поэтому мы называем это... Это называется акмело-огородная. И молекула, которая находится там, она является ухилителем вкуса, такой как глутамат натрия, но только природный вариант. И он расширяет вкус, и вкус остается на языке и становится интенсивнее. Поэтому в коктейли вы можете добавить немножко... Акмело добавить в ваш коктейль, и он будет на вкус лучше, потому что он расширит вкусовые ощущения и заставит их оставаться на языке дольше. Например, если мы говорим про... Если мы говорим про спиртные напитки, мы говорим про то, сколько аромат остается. Мы говорим про длину и говорим про крепость. Если вкус остается долго, на языке, это значит, что это хорошее, качественное виски и хорошая концентрация вкуса. Если поговорить о самом цветке, об этой акмеле, он происходит из Перу, он используется как антисептик, как у него замечательные медицинские свойства. Это такое бабушкино лекарство, например, от боли в зубах. И он дает очень определенные ощущения. есть даже чайные мастера, они пьют настойку этого... Они пьют навар этого цветка, чтобы как бы промыть рот. Теперь этот цветок в основном закупается у очень большого гровера, очень большой фермы из Голландии. У них есть такие маленькие, скажем, партии. Очень красиво они фасуют. Замечательный продукт. И они продаются сра, например, шеф-поварам и барменам. Это кардамоновая, например. Это, например, кардамон. Это лист кардамона. Вы можете, например, вы можете добавить ароматическое измерение для вашего напитка. Например, вот так вот его... Например, как гарнир. В коктейле с шампанским, например, вы даете просто элемент аромата. Когда человек подносит его пить. И я вам тоже это оставлю на стойке. Возможно, кто захочет попробовать, понюхать. Это то, что мы любим, как бармены. Мы любим быть с людьми. Мы любим хорошо проводить время. Но также мы любим удивлять их интересными вкусами, интересными напитками и запахами. Это Копперт Кресс. Это экологически стойкая компания. Они выращивают все сами. У них такие интересные теплицы. Выглядит как дискотека немножко. Все, что они не могут использовать, они... Как правило, у них есть цветки, которые они не могут продать. Они продают красивые. А некрасивые я забираю некрасивые и делаю из них навар или настойку. Про другие ингредиенты. У нас 35 разных ингредиентов в нашем биттере, потому что вы не только хотите определенное ощущение, вы хотите, чтобы биттеры, чтобы у них были травяные нотки, чтобы у них были цитрусовые, троинистые нотки. И здесь вот есть интересная тасманская ягода из Австралии. Возможно, знаете, маленькая ягода, которая похожа на голубику. У нее есть очень интересные ягодные острые нотки. Васаби. Вы знаете, есть компания Соединенных Королевств, они продают васаби. Он очень дорогой, но зато он очень хороший. Потом Галангал. Это тоже имбирные корни. Они более такие деревянистые, более пряные. Колган. Мы говорим про ингредиенты, которые они... Их вкус извлекается отдельными способами. Три основных способа. Первое – это инфузия, то есть заваривание. То есть это, знаете, эта трава, например, один день, она настаивается один день в 50% алкоголя, это три дня в 96% спирте и так далее. И микросуви, дистилляция через микросуви. Итак, вы смешиваете свои ингредиенты с алкоголем в бутылке. Ну, знаете, что такое сувид? Вы же используете сувид, я так могу допустить на своих барах. Не надо заполнять бутылочку полностью. Есть ингредиенты, алкоголь, где-то вот до этой отметки. Ставите, собственно, в водную баньку небольшую. И, соответственно, происходит микродистилляция внутри. Приблизительно на 70 градусах алкоголь начинает испаряться, потом обратно оседать. Испаряться, оседать. Из-за такого, так сказать, контакта с воздухом. Ну и, конечно, вращательное испарение, потому что у каждой пряности свой любимый вариант использования. Так, как вы видите, есть у нас разнообразное использование, собственно, специй, которые могут, можно усложнить, и получится тогда более сложная комбинация. Ну, давайте мы сделаем четыре напитка. Первый из них это один из Эдисон Маргарита. Итак, что мы здесь делаем? Это, скажем так, разновидность классики, интерпретация, потому что мы объединяем здесь подход к текиле, к джину, к рому. Это достаточно такие старые уже напитки, состарившиеся. Очень быстренько я покажу вам первый, может быть, даже самый простой способ использовать. Ну и, конечно, теперь одна-две капли. Я сделал четыре, но теперь шесть, потому что я хочу, чтобы получился электрический напиток, такой, так сказать, авторский. Поэтому добавил еще пару капель. быстренько охладим, собственно, сам стакан, потому что и не обязательно, чтобы он был совсем ледяной. Ну, я не ожидал аплодисментов. Спасибо, приятно, конечно. Итак, самый простой вариант, конечно, когда мы говорим о маргарите, видите, я добавляю несколько продуктов. Один из них – это листья бучу, или букко. Это очень красивый, красивый, собственно, растение с юга Африки, бучу. Называется он по-русски. Он немножко напоминает мятный аромат, но, конечно, если мы делаем обычную, простую маргариту, возможно, немножко, собственно, так называемого гарнира, конечно, который напоминает нам от цитруса. Вот так. И каким образом мы подаем этот электрический биттер? Это два подхода. Он может быть очень разным, этот биттер, поэтому можете или немножко сверху, так сказать, подать. Он начинает практически парить, скажем, сверху, как, например, на мартини, или сбоку, так сказать, его слегка распылить. Конечно, когда вы пьете, тогда остается, собственно, некое ощущение, скажем, удивительное ощущение для гостя. А вот, например, небольшой такой у меня пистолетик, который, собственно, напоминает, собственно, каким образом выглядит лайм. Поэтому мы можем многое, что добавлять в коктейли, потому что этого хотят гости. Гости хотят отдохнуть, посмеяться, поэтому вы можете, например, набрать, так сказать, в этот небольшой водный пистолет немножко алкоголя этого коктейля, а и выстрелить себе в рот. Вот такой вот у нас очень быстрый пример. Видите, есть три способа. Можете капать, можете, собственно, внутрь, если вы немножко сверху распылите, то будет другое ощущение, а если распылите сбоку, будет совсем все иначе. Поэтому это будет необычная маргарита, которую может кто угодно себе заказать, а это что-то уже более интересное. Ну и, конечно, такие привкусы, они достаточно простые, прямолинейные, которые остаются, собственно, не в руках, а во рту, но немножко дольше. Для того, чтобы сравнить его с Негрони или с Эктрическим Мартини, сами чувствуете, что благодаря пряностям получается некоторое новое ощущение. Хорошо. Также мы изучали разнообразные ароматы, потому что ароматы, конечно, это тоже... Для нас это всегда дополнительный ингредиент. Мы, собственно, это добавляем вовсе не потому, что мы хотим, чтобы мы круто выглядели, а это стоит обсудить. Нам нужно смотреть на разнообразные комбинации ингредиентов, которые должны совпадать и красиво выглядеть вместе с другими, ингредиентами. Аромат это также и ожидание определенное. Наверное, быстренько покажу вам, когда мы говорим о напитке, который приходит, например, доставляет вам на стол с небольшим дымящимся, дымящимся, например, сосновой шишкой, вы знаете уже этот напиток, вы чувствуете этот запах, мы можем немножко поиграть с разными дымками, ароматами, которые у нас тут есть наличие. И так просто немножко добавляем ароматических составляющих, например, на дно стакана бокала. Может быть, так попроще будет. Здесь я использую листья пачули, пачули обычно используется в парфюмерии, поэтому нужно, собственно, мы видим, что прекрасно остается такой аромат, и когда, собственно, есть запах, все почувствуют, все почувствуют запахи, как гости за этим столом, и ожидания гостей уже, собственно, и появились. Вы уже почувствовали этот прекрасный теплый аромат, потому что, и другие тоже почувствуют, потому что это очень сильный запах, благодаря такому аромату вы создаете немножко более уникальное, дополнительное ощущение для гостей, немножко, так сказать, кинематографический опыт, потому что все будут на вас оборачиваться, как на кинозвезду, что всегда приятно. Есть еще интересный вариант, вы, может быть, много раз уже видели, когда кто-то добавляет вот такую вот ленточку под бокалом, я, например, говорю о, когда мы, мы не хотим, чтобы по гарниру вас всегда узнавали, потому что гарнир можно или съесть, или, по крайней мере, попробовать, он может увеличить, например, жирность даже коктейля, а когда вот вы видите ленточку, это не просто красиво, это также носитель некоторой информации, например, благодаря распылителю вы можете также нанести кое-что на ленточку и гости не будут даже понимать, что это, скажут, ну, вот красиво для инстаграма подойдет, но когда вы коснетесь этой ленточки, абсолютно подсознательно, естественно, то этот запах, аромат останется и у вас на пальцах, на руках, и на самом деле это очень сильный посыл, даже когда вы помоете руки, этот аромат может полностью от него не избавиться, гости возвращаются домой и чувствуют некий такой легкий аромат, это ощущение, что будет напоминать им об этом опыте также, потому что мы говорим о прекрасных воспоминаниях, прекрасно проведенном вечере, например, так что это у нас так сказать вступительная часть в отношении ароматов, также мы можем показать, как готовить напиток, в котором аромат является также очень важной составляющей, я использую свой любимый бокал здесь, который напоминает мне о прекрасном дизайне в виде лампочки, вот здесь я считаю, что это все собственно в стиле мартини, это скорее все касается испанских ароматов, мы говорим о джине нордес, который очень ароматический, он на самом деле не особо можжевеловый, очень ароматический из Галиции, джин, то же самое касается из Нордезии собственно вермут, виноград, который собственно растет на островах испанских и там очень много скажем винной основы и это определенный ликер, который произвел звездный шеф-повар из Нидерландов, точно так же как собственно выращивают травы, травы выращивают например на Ибице, выращивают их прямо на песчаных дюнах, они очень иногда соленые, горькие или концентрированные привкусы у них, мы когда их касаемся сразу это чувствуем. Я слегка заранее приготовил это ликер, чтобы полегче вам показать всю процедуру, весь шоукейс, ну практически как мартинием, по крайней мере мне бы так хотелось думать. немножечко свежего лайма, фреша этого лайма, свежевыжатого, и слегка размешаем, как видите мы говорим скорее об электрическом питере, который также добавит нам некий аромат, я всегда люблю находить некоторую взаимосвязь с тем гарниром, как гарнир, я всегда пытаюсь его сделать достаточно веселым или скажем так развлекательным в плане гарнира, вот что мне очень нравится здесь. Ну похож действительно на лампочку, сейчас это очень яркая яркий вариант, например, который будет светиться, например, в темноте, и для меня это также форма лампочки тогда приобретает некий новый смысл. Вот так. Мы говорим об ароматах, поэтому я не буду представлять аромат, например, этого напитка через дым, потому что дымок обычно очень насыщенный, очень густой, практически запах, а не аромат, поэтому мы бы хотели получить более легкий аромат. Когда вы, например, сжигаете розовые лепестки, вы вроде как и чувствуете этот запах, но он не такой резкий, поэтому когда появляется некий легкий ароматический напиток вроде этого, он может немножко убить те тонкие ароматы, особенно если я туда добавлю дым, сразу первое, что получите, очень дешевый такой инструмент, который я люблю демонстрировать, потому что далеко не обязательно иметь всегда самую последнюю технику производства, может вам видно на экране, да? Вот я вам сейчас покажу, это электронная сигара, все знают, что такое электронная сигара, вы шкурите кое-кто из вас, правда же? Итак, я добавляю небольшой такой насос, или скажем так, грубо говоря, клизмочку к электросигарете, и таким образом на глицерине вы можете сделать, покупаете глицерин, собственно, и масло сенча, которое мы, собственно, добавляем, это очень простой способ добиться испарения чего угодно, электрического биттера, всего чего угодно, электрик биттера, мы просто смешиваем это дело с глицерином, я, собственно, создаю собственную такую жидкость для электросигареты, как видите, у меня, собственно, получилась собственная смесь, и вы видите, каким образом я добавляю небольшой такой аромат, и сверху съедобный гарнир, что приятно, небольшая чашечка, сделанная, ну, естественно, испеченная, и она также немножко про, скажем так, про копченая слегка, поэтому вы кладете что-нибудь сладкое сверху, и мне кажется, что такой напиток, когда отправляется на бар, аромат еще остается на месте, ваши ожидания от напитка, вы сразу почувствуете аромат, первое, что вы получите, не только в привкус, мне нравятся собственные формы бокала очень, и опять-таки, видите, очень просто представить аромат, и на самом деле очень дешево, не нужно 200 фунтов или оборудование на 200 баксов, всего 10 хватит баксов, многие люди, когда я езжу по миру, по разным странам, мне говорят, да, да, ты об этом рассказываешь, но нам нужны вот такие ингредиенты, такая техника, но если немножко подумать, скажем, периферическим, так сказать, мышлением, то вы можете придумать новое креативное решение. А теперь коротко о том, что мы говорили о текстурах, прежде чем вы говорите, например, шефом о текстуре, это очень важная составляющая, потому что на самом деле текстура это тоже ощущение, чувствуете ли вы некоторое, скажем так, жжение или даже легкую щекотку во рту, это также может быть разнообразным ощущением. Как видите, в этом случае мы в отношении электрикбитера есть еще вариант, каким образом эти прекрасные продукты можно использовать в процессе. Есть очень много разнообразных текстур, некоторые из вас могут знать, что это такое, знает кто-нибудь, как это использовать на баре? Это такая себе такой насос, который добавляет немножко воздуха, практически как блендер, его испанский шеф разработал такой девайс, вы можете купить его на Амазоне, некий компрессор, который добавляет, он на батарейках, вы можете, соответственно, воздух появится отсюда, воздух в форме пузырьков. Конечно, кое-кто из вас уже используется, используя лицетин или другие гидроколлоиды, при разных порошках вы можете, собственно, получать небольшие пузырьки воздуха, как для ароматических целей, так и ради текстуры, потому что можно получить очень достаточно известный результат, например, при производстве кровавой мэри, прямой кровавой мэри, у вас есть обязательно, собственно, небольшие пузырьки сверху, и говорят, когда мы говорим о, собственно, сельдереях в кровавой мэри, мы вытаскиваем сельдерей, иногда съедаем, а иногда просто выбрасываем, поэтому, чтобы сельдерей съели, очень будет приятно, когда появится такая воздушная пенка сверху, и поэтому появится некая соленость даже дополнительная, это один из самых распространенных элементов, которые позволяют нам добавить текстуру, это вот некоторые более химические, некоторые из них более, скажем так, легкие порошочки, потому что это экстракт белков, вот здесь у нас, например, собственно, арахисового масла, ну, протеины можно найти белки везде, например, в магазинах для бодибилдеров или для людей, ведущих, для зожников, ведущих здоровый образ жизни, ну, и можно их использовать вместо, например, яиц, потому что, если вам не позволяют на баре использовать яйца, можете, собственно, использовать аналогичный порошок, который добавляет текстуру, можете делать виски сауэр, например, с ароматом арахисового масла, благодаря вот такому прекрасному порошочку, и получится прекрасная, просто-таки впечатляющая пена. все слышали о также фэтвошинге, конечно, есть много вообще вариантов, все напитки, у них также есть определенная электрическая, скажем так, тематика. очень простой процесс, в данном случае основа у нас виски, поэтому на шоу-кейсе я немножко использую и виски также, и у нас получится прекрасный такой собственно напиток, который у нас будет, ну в основном это напиток искрящийся такой, пенистый, когда мы их подаем, они практически чуть ли не взрываются прямо у вас перед носом, и вы чувствуете запах, прежде чем вы его попробовали на вкус, такое некое ожидание появляется. Игристый, шипучий, некий бокал шампанского, для шампанского, который нужно обязательно хорошо вытереть, у нас есть определенный подход, который мы называем красто, который означает, что мы ароматический определенный порошок, мы кладем, мы размещаем на краях стакана, как только вы к бокалу приближаетесь, вы также чувствуете определенный аромат, а может есть еще более выгодный вариант, например, это определенный блеск, или, так сказать, глазурь, которую, у вас есть, собственно, жидкий зефир, жидкий маршмеллоу, мы это называем флав, но для пасты часто используем, можно взмешать, собственно, вместе с глазурь, и создать определенную глазурь, которую мы, так сказать, кисточкой наносим на, собственно, стороны, на грани бокала, и даже в холодном бокале получается прекрасно ароматическая, так сказать, корочка, эта глазурь как раз может совпадать вашей палитрой, которую вы хотите достичь, и это может быть сделано, конечно, и на горячем, на гретом бокале, могу показать, чтобы она хорошенько закрепилась, прилипла, и в этом случае единственное, что у нас прилипло, это то, что красное, поэтому вы создаете определенные дополнительные визуальные элементы для своих гостей, когда, собственно, бокал с напитком появляется на столе, он не просто хорошо выглядит, но там прекрасный и вкус, и запах. Пару раз перевернем, нам не сильно нужно его переворачивать, закончим немножко пузырьками, просеку просто для этого дела, и у вас будет замечательный ароматический глазурированный коктейль с электринкой, так сказать, ну что же, еще говоря о текстуре, еще одна техника, которую я очень люблю, потому что делается это везде, где угодно, вам не нужно будет оборудование, холодильник, достаточно легко закупить ингредиенты. В данном случае мы делаем напиток, похожий на сангрию, это напиток на основе вина, он по похожему принципу делается, он тоже остается такой терпкий аромат на языке, как такое полнотелое вино, и у него есть замечательный эффект, он у него перламутровый такой оттенок, и еще есть сок аронии, где-то 15 евро за 3 литра покупается, у него он очень интересный, это рябина черноплодная, из нее тоже есть сок, и это как вино без алкоголя. Сначала Copperhead Gibson Dishon, вы попробовали когда-то это? Замечательный джин, который делается в бельгийской вместе с Марианом с Гибсон это интересная концепция, это практически как будто бы закрученный джин, как соленый джин, но у него нет соленого вкуса. Что я еще хотел показать, говоря о пенке и делаем пенку при помощи вот такого приспособления, наверное, вы его видели, это замечательный способ сделать, привнести вкус в ваш напиток. Иногда можно использовать, например, просеку, которая открывалась прошлым вечером. Вы не хотите его выкидывать, правда, со вчера. поэтому вы знаете, вы можете сделать что-то, например, типа вермута или же что-то более конкретное, например, мы используем просеку для этого. Еще немножко осталось пузырьков, потому что его несколько часов назад открыли. Например, уже выдохшийся просеку. возьмем еще немножко вкуса, предположим, возьмем что-то терпкое, сделаем это такой завершающим штрихом нашего напитка. Когда вы это делаете, самый простой способ внести новые вкусы, например, в коктовые, это высушить их. Например, камкват, их можно не выкидывать. Например, цветки, цветы, вы можете их высушивать. То есть, все, что вы оплачиваете, все, что вы купили, вы никогда не выкидываете. Земляника, они очень быстро портятся, их надо быстро зарасходовать. Но с другой стороны, их можно высушить, а потом превратить их в пудру и сделать их такой земляничной, земляничной, как будто бы пенкой. Сделаем вот это. тогда продолжаем делать напиток. Вы сейчас увидите цветовую палитру, которая у него будет. Там просто невероятно конкретно с вот этого стакана. Немножко льда. гарнирчик. Например, в данном случае у нас будет сырой помелу и какой-то вкусный элемент. По гарнирам очень важно сделать контраст, контраст между цветами и между вкусами. это, например, высушенный помело, который подается с, например, арахисом. у вас получается что-то сладкое, что-то цитрусовое и что-то соленое. У вас три, например, цвета на баре. Это основные цвета, которые обычно зеленый, желтый и красный. Если вы делаете контраст между этими тремя цветами, у вас получается красивый гарнир, который не обязательно должен быть салатом или пальмой на вашем напитке, но он создает неплохой эффект. Итак, знаете этот аппарат? Видели его кто-то? Вот этого, эту штуку. Это такой насос, который используется в средиземорских странах, используется для пенки, пенка для капучино. И вот таким вот образом вы создаете эту пенку. Немножко. вы можете как делаем пенку? берем в порошок яичного белка. Это альбумин, белок очень дешевый, он практически вездесущий. Например, я знаю, что люди не любят не любят белка, не любят видеть яичный белок в напитке, поэтому вы можете использовать его в виде порошка, чтобы не использовать свежий на глазах у людей. Немножечко его поколотили и у вас получается пенка. И что же мы делаем? Вот таким вот образом эту пенку аккуратно наносим наверх и потом можете добавить электрический биттер, например, у вас будет электрическая пенка, которая будет оставаться у вас на языке. Я не буду подавать это соломинкой, потому что вы начинаете с пенки, поэтому у вас получится электрическая пенка, земляника, просека, буквально две минуты, все это делается без особого оборудования, очень просто сделать текстуру, текстура остается у вас на языке, и она будет сопровождать весь вкус напитка. Это она немножечко как жир, она окутывает ваши вкусовые рецепторы, остается на вашем языке, и вкус остается с вами. Немножко еще гарнира, вот так подаем, и немножко порошка земляники для аромата, или еще один вариант, вы можете например карамелизовать цитру, у вас будет еще один аромат, то есть разные интересные штуки. Четыре очень простых напитка, которые мы сделали просто чтобы показать разные простые способы как использовать электрические битры, это не то, что вы просто добавляете пару капелек, вы можете его использовать по-разному. Покажу вам еще пару штук, например, то, что мы сделали такую штуку при помощи 3D-принтера, мы не хотим слишком серьезно относиться к самому принятию напитка, потому что наши, скажем, гости любят иногда просто развлечься. Там в этом контейнере есть дырочка небольшая, в принципе этот небольшой цветок это гарнир, вы сначала съедаете цветок, ну, то есть вы можете ну, вы не всегда хотите быть очень серьезным барменом, и вы просто иногда хотите контактировать со своей аудиторией. Вот еще один интересный напиток это Copperhead Gin с маленьким писающим мальчиком. Кто-то конечно может сказать, что вы заходите слишком далеко, но в принципе если 90% ваш клиент просто скажет, что будет засмеяться и скажет, что это замечательно. Я закончу презентацию по разным всяким сосудам, разным поддачам, о которых мы говорим. Есть еще пару минут, поддача. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, наш друг Антонио Пескоторе, большое спасибо!